Хоба! Привет! С вами доктор Влад. Сегодня чистый четверг, я подстригся. Все, мне спрашивают, я верующий, не верующий. Ну вот, что-то такое выполняю. Теперь еще вот у меня, видите, микрофон вот здесь вот. А, его не видно на черный-черный, да? Пробую новый передатчик, новый радиомикрофон. Немножко, наверное, потише, чем было. Ну, посмотрим. Один ролик запишу, потом буду возиться. Надеюсь, что все останется, ничего не потеряется из моих речей. Вот, значит, о чем сегодня? Давно я хотел сказать, что тут я видел, полицейская машина стояла возле соседнего дома. Не знаю, чего она стояла. Просто так. И там сидела полицейская, белая, симпатичная. Так мне ручкой помахала, я с собаками гулял. Я что-то вспомнил в России. Вот сколько я видел милиционершей. Они какие-то все злые, какие-то мужички. А это, ну, нормальная девчонка. Вот, и на девочек стал смотреть весна. Весна, доктор на девочек смотрит. И вот недавно у нас мусорка была как раз в среду, да? А, и там тоже в мусорке девчонка. Вообще первый раз вижу. Такая с хвостиком. Вот, тоже такая веселая. Ручкой мне помахала. Ну, тут все ручками машут. Это не то, что мне. Ну, вот. Ну, просто интересно. В мусорках всегда мужики обычно. Потому что там все эти баки нужно чуть-чуть там двигать иногда. Ну, не знаю. Вот у меня такое начало. Симпатичные девушки в очень интересных ипостасях. В очень интересных профессиях. Вот, дальше. Ой, начало такое хорошее. Пожалуй, пропущу. Я хотел рассказать про Ольгу Корбут, вот эту историю. Сами почитайте. Не буду я в это самое углубляться. И тут у меня еще вот написано, рынок горит. И что-то опять пожары. Черт с ними. Знаете, о чем я хотел сказать? Эдита Пьеха попала в больницу. Вот. Ну, что-то у нее там бронхит или что-то в этом роде. Все знают Эдиту Пьеху. Вот. И я, знаете, о чем подумал? Ну, вот. Я жил во времена Эдиты Пьехи, да? И еще масса хороших артистов. И певцов. И таких и киноартистов, киноартисток. Сколько угодно, я даже перечислять не буду. И вот это время уходит, да? Ребят, а вот это время, теперешнее, оно уже не мое, я уже старый. Вот для вас. Я не знаю, есть ли какие-то артисты, которых вот можно будет вот так же вспоминать с любовью, как Эдиту Пьеху, Эдиту Станиславовну Пьеху. Я не вижу. Честно, не вижу. Вот если посмотреть, я уже об этом говорил миллион раз, посмотреть новогодние арганки. Ну, Кобзон, да? Ну и кто там еще? И все те же, это все мои, ребята, вот с 70-х, 80-х годов, да? Вот, а сейчас что-то есть. Я вот приехал в Америку, ну, сравнительно недавно, 12 лет, да? И уже вот при мне только, при мне изменились, вернее, не изменились, а сменились артисты топовые, понимаете? Вот киноартисты, и такие, и певцы, и вообще какие-то знаменитые люди, понимаете? Вот эта уже эпоха, вот уже через 10-12 лет, она уже другая. И молодежь, которая растет с ними, она тоже будет вспоминать как свое. А вот сейчас, ребят, что вы будете вспоминать, вот доживя до моего возраста? Каких артистов, каких замечательных людей, может быть, каких-то, ну, не знаю, научных работников, таких, такого уровня, как Капица, вот в свое время, да? Он вел передачу очень интересную, очевидную, невероятную, по-моему, что ли, да? Вот сколько нам ошибок чудных готовит просвещение духа. А сейчас что с просвещением-то стало, а? Кого вы будете вспоминать, вот, когда доживете до моего возраста? Я не вижу. Ну, вы можете сказать, ну, вот, мол, уехал доктор, туда-сюда, да как, ну, есть же интернет, господи. Все можно посмотреть, но я не вижу. Вот почему так? Куда все подевалось? Куда подевались люди искусства, люди науки? Почему так в России? Вот задумайтесь над этим. И последний, сегодня короткий ролик, он пробный. Я вчера с одним заспорил, наверное, зря заспорил, опять, та тема, на которой один раз прокололся, автомобили. Вот он говорит, что в России люди предпочитают лучше жить в дешевой квартире, но покупать автомобиль за миллион, за два. Ну, вот я спросил, говорю, а вот сколько нужно человеку, я потом ссылку поставлю на наш разговор, сколько нужно среднему российскому человеку, чтобы со средней зарплатой купить машину за миллион. И вот он начал считать, я там запомнил, что точка отсчета, передо мной нет сейчас этого, ну, посмотрите. Точка отсчета у него была, что семья получает в месяц 60 тысяч. Вот я ему пообещал, говорю, я обращусь к своим зрителям, многие ли из вас вот так вот на семью получают 60 тысяч рублей? По-моему, это где-то около 1000 долларов. Ну, и на сегодня все. Попробую свой аппарат. Всего хорошего, до свидания, доктор Улак с вами.